МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Волгограде прошла всероссийская выставка племенных овец и коз, где дагестанские животноводы взяли наибольшее количество наград. Клубничный сезон в Дагестане в самом разгаре. О том, где и как собирают сочную ягоду, расскажут наши корреспонденты. Новая история дагестанского футбола. Махачкалинская «Динамо» досрочно завоевала путевку в первый дивизион российского чемпионата. Обо всем подробно смотрите в выпуске. В Покушинском районе полицейские задержали четверых подозреваемых в разбое, трое из которых родные братья. На окраине села Бургимак-Махи злоумышленники завладели автотранспортом 40-летнего местного жителя. Затем похитили 70 тысяч рублей и скрылись. Нападавших задержали. Ими оказались жители района, трое родных братьев, 18, 22 и 23 лет, а также их 22-летний друг. При себе у молодых людей имелся кухонный нож, охотничье ружье и травматический пистолет. Задержанные в содеянном сознались. Преступления, по их словам, они совершили из хулиганских побуждений, а похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению. Возбуждено три уголовных дела за разбой, неправомерное завладение автотранспортом и похищение человека. В Дагестане прокуратура добилась выплаты зарплаты 70 сотрудникам Махачкалинского троллейбусного управления. В общей сумме предприятие задолжало более 900 тысяч рублей. Нарушение было выявлено в результате проверки надзорного ведомства. После внесения представления весь долг по зарплате был выплачен. По результатам проверки, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В Дагестане в самом разгаре клубничный сезон. Сочную ароматную ягоду собирают на территории практически всех равнинных районов республики. В Магарамкенском районе, где хороший урожай земледельцы отпраздновали народными песнями, побывала и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. В селе Новый Аул сбор урожая клубники проходят весело и задором. Причин для грусти нет, говорят работники. Урожай в этом году хороший. С одного гектара ограде планируют собрать более 20 тонн ягоды. Вообще это можно назвать клубничной терапией. Собирать одно удовольствие. Вот этот сорта, который посажен в Магарамкенском районе. И вот он был востребован в Москве, в фуд-сити. Заказы были большие. Просто у нас как бы первый год не успевали. Достаточно было для нашего рынка. Вот сейчас, к счастью, есть урожай хороший. Сейчас можно и по России тоже оттравки делать. В районе под клубника занято свыше 15 гектаров земли. Сбор урожая здесь проходит под брендом экологически чистая отечественная продукция. В основном на полях Магарамкенского района выращиваются три востребованных на рынке сорта. Азия, Сирия и Альба. Большой спрос ограде объясняют хорошей транспортабельностью и высокими вкусовыми качествами ягод. Клубника вкусная? Очень вкусная. Как мед. Да, сладкий, вкусный, сладкий, восточный. Даже зеленые пробовали, которые оторвали случайно. Очень сладкие, не пожалеют. Очень сладкие. Что касается реализации клубники, фермеры говорят, забирают прямо с поля. Сирхозпродукция поставляется не только по республике, но и в Москву и другие города России. Патимат Ханнапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Магарамкенский район. Клубнику выращивать, не овец разводить. Хотя в этом деле дагестанские фермеры тоже преуспели. Об этом говорят результаты прошедшей в Волгограде Всероссийской выставки племенных овец и коз. Все подробности в сюжете Карима Даниева. Дагестан – это ключевой регион страны в развитии овцеводства. Наша республика занимает первое место по овцепоголовью, количество племенных хозяйств и наращивает темпы для развития отрасли. Об этом говорят и результаты прошедшей в Волгограде Всероссийской выставки мелкого рогатого скота. Поголовьи у нас в этом году очень хорошие. Получили одно первое место, одно второе место. Для этого мы проводим работу для улучшения качества шерсти, мяса. Ставропольским миреносом скрестили свою поголовьи уже второй-третий год. В этом году уже видно реально хорошее качество шерсти, мяса. Оценили наши поголовьи по максимуму. В прошлом году за инновационный проект, за реализацию нашего предприятия было удостоено гран-при выставки на 21-й российской выставке в городе Минводы. В общем, впечатления о выставке хорошие. Мы на этой выставке получили две золотые медали, одну серебряную медаль и одну бронзовую медаль. Ну, считаем, что за всем этим стоит хорошая, плодотворная, ответственная работа, прежде всего, специалистов наших, зоотехников, селекционеров, чабанов, ну и, конечно же, научное сопровождение нашего аграрного научного центра. Это уже 22-я всероссийская выставка племенных овец и козы. Дагестан представил 15 животноводческих хозяйств из Хунзахского, Гунипского, Рутульского, Ахтынского и других районов. По итогам выставки дагестанские животноводы завоевали 26 наград – 11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. По количеству медалей они обошли всех остальных участников. Мы знаем, что Дагестан занимает по численности овец первое место. По производству баранины – первое место. По производству шерсти – первое место. 69 серебряных медалей разыгрывались и 100 бронзовых. От нас, от Дагестана, участвовало 15 хозяйств разных пород овец. Это дагестанская горная, это тушинская, лесгинская, андийская. Как всегда, как и ранее было, мы завоевали больше всех медалей. Мы получили, я должен сказать, 11 золотых медалей. Это как лучшие животные, лучшие овцы в номинации тонкоронного, полотонкоронного, лесгинской, грубо-шерстных овец. Среди мы получили 9 медалей. Бронзовых – 6 медалей. Это самое большое количество медалей, которые завоевали наши овцеводы на 22-й выставке племенных овец. Мы участвуем 21 раз. На первой выставке мы не участвовали, мы сами поехали без овец. В остальных выставках, в 21-й выставке мы участвовали и всегда были почти первыми. В прошлом году мы завоевали главный приз, это выиграли автомашину «Нива». В этом году мы получили гран-при. Подводя итоги выставки, руководитель Министерства сельхозпрода Республики отметил вклад, который вносят дагестанские животноводы в развитие овцеводства, а также поблагодарил их за проводимую работу. Сегодня в медальном зачете лидирующее место занимаем. Наши хозяйства привезли очень хорошее поголовье, где высокую оценку дали экспертное сообщество. Сегодня в Министерстве сельхоза России руководство было. Вот вы знаете, что наша республика – это один из самых ключевых регионов по овцеводству. Сегодня мы занимаем первое место по овцопоголовью, пока количество племенных хозяйств. И я думаю, что мы в этом направлении будем наращивать наши усилия по развитию нашего овцеводства. Завершение выставки дагестанская делегация представила на мероприятие и культурную программу. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Волгоград. Сдача единого государственного экзамена стартовала в махачкалинских школах. Более 2,5 тысяч учащихся в 8 пунктах приема экзамена сдают ЕГЭ. ОГЭ сдают почти 8 тысяч учащихся в 21 пункте. В столичной администрации уверяют, что общеобразовательные организации города оснащены необходимым оборудованием – металлодетекторами и видеокамерами. Вопросы безопасности детей на особом контроле у мэрии. В махачкалинских школах стартовал период сдачи единого государственного экзамена. Общеобразовательные организации города Махачкалы оборудованы металлодетекторами и видеокамерами. Все пункты проведения экзаменов оснащены, специалисты подготовлены, комфортные и безопасные условия обеспечены. В столичных школах сдают единый государственный экзамен чуть более 2,5 тысяч учащихся в 8 пунктах проведения экзамена. А также ОГЭ сдают почти 8 тысяч учащихся в 21 пункте проведения экзамена. Для нас важны объективные результаты, чтобы все школьники были в равных условиях. Сегодня в ПП-622 проходит экзамен по русскому языку, в котором принимают участие 299 учащихся. Все работники работают строго по своим должностным инструкциям. Главной нашей задачей является, чтобы в пункте была доброжелательная обстановка, и чтобы дети со спокойной душой сдавались, сидели, никто, чтобы их не напрягал, и чтобы экзамен прошел спокойно. 18 аудиторий у нас задействованы, с 1 по 18 получается включительно, а в зависимости от посадочных мест по 15-18 детей сидят в аудиториях. В селе Бешта Бештинского участка продолжается выставка реликвии ислама. Сегодня проходит третий день. Лицезреть исторические раритеты приезжают в делегации, преодолевая сотни километров. Подробности с места события в сюжете Хамзанур Магомедова. Бештинский участок – приграничная зона. Несмотря на это, сотни людей продолжают приезжать в отдаленное место, чтобы встретиться с частичкой пророком Мухаммада. Мир ему и благословения. Я приехал из Нагайского района. Десять часов уехал. На своей машине у меня коробка автомат. Но я вот взял себе это правило после хаджа. Где бы выставка не было, я там должен. Такие места очень надо посещать. Несмотря на время, несмотря на расстояние. Какие у меня могут быть впечатления, как будто там пророк и встреча с ним. Вот такое впечатление было. Прежде чем попасть в выставочный зал, посетителям немного рассказывают об истории великих личностей, которые обладали этими реликвиями. Я хочу, чтобы мы с вами не забывали о том, что мы увидим там флягу, которых касались благословенные губы Белял Асхаба. Флягу, которых касались губы, которые впервые в истории ислама дали азан. Далее мы с вами увидим кольчугу, накидку, боевое снаряжение Халид Асхаба. Человека, который был прозван мечом религии Аллаха, распространителем религии Аллаха. Далее мы с вами увидим чашу пророка, которые касались благословенной губы посланника Аллаха. И естественно, мы увидим частичку пророка, веримое благословение, голос посланника Аллаха. Цель выставки благословенных асаров пророка, в разных уголках нашей республики, в первую очередь является просвещение нашего народа. Просвещение в том плане, что когда люди посещают эти асары, они мысленно возвращаются в те времена, времена благочестивых праведников и сопоставляют их праведную жизнь со своей жизнью. И стараются быть во всем похожими на них, стараются улучшить свои нравы, стараются вести праведный образ жизни. Одним словом, такое мероприятие носит в себе воспитательный характер. Посетители сопровождают славословия пророку, мир ему и благословения. Исполнители мавлидов сменяют друг друга живым голосом, читают стихотворные произведения о любимце Всевышнего. Праздничные дни в селении Бишта подходят к концу. Уже завтра частичка пророка, его славных сподвижников, вернется в Махачкало. К хранителю реликвии в Муфтью Дагестана, шейху Ахмаду Афанде. Я хочу пожелать всем мусульманам крепкого здоровья. Главное, чтобы иман сохранился. Единство, братство. Вот это наша сила. Дай Аллаху всем здоровья, всем благополучия. Конечно, официально я хочу крепкого здоровья желать нашему муфтью Ахмад Хаджи. Дай Аллах ему сто лет, чтобы вот так красиво, молод и красиво, чтобы он был среди нас и всех-всех мусульман, чтобы он порадовал. Иншаллаху рахману, Аллаху Акфару. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Ахмад Ханабу Невайсов. Телеканал ННТ, Бишта, Биштинский участок Цунтинского района. И о спорте. «Динамо» пишет новую историю дагестанского футбола. Махачкалинцы досрочно завоевали путевку в первый дивизион российского чемпионата. Выход ФНЛ столичный клуб оформил в дерби Санжи. Матч 33-го тура проходил на стадионе имени Елены Сымбаевой и завершился со счетом 2-0. Белоголубые поразили ворота соперников по разу в каждом из таймов. Голы на свой счет записали Никита Глушков и Эрбола Табаев. Одержав победу, команда Гарана Алексича продлила свою выигрышную серию до 12 матчей и досрочно за тур до финиша добилась повышения в классе. На матче присутствовала глава Дагестана Сергей Меликов, который наградил победителей кубком и золотыми медалями. А дагестанские тэквондисты отличились на Кубке России среди мужчин и женщин во Владивостоке. Победительницей соревнований стала Нина Урганаева. Воспитание со столичной спортшколы номер 3 была вне конкуренции весовой категории до 73 кг. В копилке республиканской сборной также три бронзовые медали в личном зачете. Кроме того, тэквондисты из Дагестана стали третьими в командном зачете среди девушек и в смешанных парных состязаниях. Успех на Кубке России даст спортсменам право выступить на спартакиаде учащихся, которые имеют статус соревнований альтернативных чемпионату мира. Редактор субтитров А.Семкин